Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим работу с веб-сервисами в MATLAB. Давайте для начала обсудим, почему MATLAB научился работать с веб-сервисами. В данный момент появились новые источники данных, такие как интернет вещей, открытые данные, расположенные в интернете или в интернете, которые надо обрабатывать. Также появились системы типа «Умный дом» со своими датчиками, которые тоже информацию с них надо обработать и каким-либо образом осуществить управление «Умным домом». Таким образом, у нас в сети существует огромный пласт данных, который надо обрабатывать. И MATLAB идеально подходит для обработки данных за счет оптимизации и векторизации. Поэтому было совершенно естественно, что MATLAB научится работать с веб-сервисами и источниками данных в сети. Как же MATLAB работает с веб-сервисами? Во-первых, есть простейшие функции WebRead, WebSave, WebWrite и так далее. Далее, если надо сконструировать что-то сложное, можно использовать API для HTTP протокола. Или если сервис описывается языком в WebServicesDescription Language, VSDL, тогда можно использовать имплементацию этого языка, которая уже доступна в MATLAB из коробки. Больше информации по взаимодействию с веб-сервисами вы можете получить, набрав команду, которая у вас перед глазами. Давайте перейдем в MATLAB и посмотрим на несколько простых примеров. Итак, первый пример использования функции WebRead. Давайте войдем в режим отладки. Для этого запустим нашу функцию. Опять же, я не печатаю имя функции целиком. Я нажимаю клавишу Tab, и у меня появляется автодополнение. Запускаем эту функцию. И теперь посмотрим, как она работает. Итак, как мы видим, здесь я передал только одну переменную, как аргумент функции. Поэтому на строке 7 проверяем существование переменной Options. Мы сейчас с ней познакомимся. Ее у нас не существует. Переходим на строку 8. Итак, что такое Options в контексте WebRead? Если мы выполним строку 8, мы увидим, что у нас в WorkSpace появился некий объект типа WebOptions под названием Options. Внутри этого объекта мы указываем опции для чтения. Мы указываем кодировку символов, UserAgent, TimeOut. Дальше мы указываем тип контента, метод запроса, а также имя сертификата. Сертификат поставляется вместе с MATLAB, поэтому вы, конечно, можете сменить, но на данной демонстрации я менять сертификат не буду. Итак, когда мы закончили настройку, мы можем обратиться к команде WebRead. WebRead мы передадим ей адрес, по которому будет осуществлено чтение, а также структуру опций. Итак, на выходе у нас в команде WebRead появилась структура, и эту структуру можно оставить. В данной демонстрации я вытяну из полей структуры отдельные переменные. И далее я построю их график. Как вы видите, достаточно прямолинейный способ. По сути дела, очень много веб-ресурсов может быть прочитано с помощью команды WebRead. Однако, зачастую нам необходимо сделать что-то более сложное, потому что у нас сервис может поддерживать RESTful API. Поэтому будем конструировать HTTP-запрос. Итак, как мы конструируем HTTP-запрос? Давайте я здесь тоже войду в режим отладки. Для начала нам необходимо создать объект запроса. Мы видим, что здесь используется встроенный объект MATLAB RequestMessage. Можно посмотреть его состав. Мы видим, что здесь есть метод, строка запроса, заголовок, тело запроса, и также флажок, был ли выполнен запрос или не был выполнен. Далее, для того, чтобы нам куда-то отправить запрос, нам необходимо узнать так называемый идентификатор ресурса. Это мы делаем на строке 4. Давайте посмотрим. У нас в WorkSpaces появился еще один объект, типа URI. И здесь мы видим, что внутри этого объекта содержатся поля схема, хост, порт и так далее. И теперь давайте посмотрим на то, как мы будем отправлять этот запрос. Итак, у нас сам запрос. Я его выполнил, чтобы не тратить ваше время. Итак, у нас наш запрос, он состоит из следующего. Опция. Те опции аналогично тому, что мы смотрели при веб-реде. Мы должны указать тайм-аут соединения и так далее. Далее, мы должны указать хост. Хост мы получаем из объекта идентификатора. Затем, мы должны обработать историю, куки. И только после этого, мы должны вызвать метод send объекта request. В ответ на такой сложный запрос у нас появляется в Workspace переменная response. Это объект класса responseMessage. Мы видим, что здесь у него есть следующие поля. Это статус, код статуса, стартовая строка, тело и заголовок ответа. То есть, в целом, ну, на самом деле полностью, это соответствует спецификации HTTP. Если вам интересно, как читать данные из интернета, то вы можете написать свои идеи в комментариях. А также я советую обратиться к плейлисту по интернету вещей моего коллеги Михаила. Спасибо за ваше внимание. До свидания.